Здравствуйте, туристы и милитаристы! Сегодня ко мне добро пожаловали аж три посылки. И они были долгожданные мной. Одна так вообще побила все рекорды. Посылка из России шла два месяца и четыре дня получается. В общем, просто я аплодирую. Так, первая посылка пришла к нам из замечательного города, подождите, Алексин. Все правильно, а я с улицы перепутал. От Сани Козлова. Сейчас у нас будет кухонный тест Торна. Ну вот так все изящно скрывается. И что-то там такое прям легкое, воздушное. Чувствую что-то такое прям подарочное. Не порвать бы, нет, Торн не подводит. Торн на чеку. Ого-го! Это я знаю, Санина лучшая половинка. Рукодельничает, пряничные котики. Просто украшение на самом деле моей конфетницы. Так, сейчас самое главное случайно не распороть товарищу что-либо. Вот такой вот у нас... Это кто? Это викинг получается, правильно? Вот такой вот у нас бородатый викинг. Интересный. Саня, поклон супруге, спасибо огромное. На самом деле такие вещи очень-очень сильно добавляют настроение. Несмотря на то, что новогодние праздники уже прошли. Я думаю, что он какое-то время у нас сейчас посидит на почетном месте. И потом обязательно будет вместе с пряничными котиками восседать на новогоднем столе. Где-то там или на самом столе, или на полочке рядом. Так, следующая посылка. Спасибо, Сань, большое. Я прям... Я просто когда получил посылку сегодня на почте, я уже по весу понял, что там какая-то будет игрушечка. Прям был готов к этому. Так, следующий у нас Каннертик пришел из города Мора. А точнее, если уж правильно говорить, правильно говорят, что Мура. Ну, я уж привык говорить Мора-Книф. Потому что Мора все-таки это местность. Тут уж как прочитал, так прочитал. А то, что когда мне говорят Лапоть, Найф по-английски. Я говорю, я-то, конечно, Лапоть. Но Книф это нож по-шведски. Это шведское вообще слово. Даже не буду доставать. Вот такая ляля. Элдрис Лайт Дьюти. Очень много я слов вам скажу на обзоре. Потому что на самом деле, я вот буквально скажу вот тут пару слов, что оригинальный Элдрис, который у меня, по сути, это самый, что ни на есть бушкрафтерский, самый востребованный вообще в аудоре мною нож. То есть, конкретно Элдрисом, если я, например, в городе больше всего работаю скелетниками, то Элдрисом, вот тем самым с красной рукоятью, которой я даже металл в дерево, я его чаще всего достаю именно и пользуюсь им на улице, где-то я имею в виду именно в лесистой местности. То есть, Лайт Дьюти для меня невероятно интересен. И на самом деле, люди, которые ухмыляются над Элдрисами, вы просто не умеете их готовить. Это просто офигительный нож, офигительный. И вот она. Два с лишним месяца. Посылка от магазина Мистер Чили. Здесь, конечно, упаковано всё так, что, мама, не горюй. Так. Сперва раскрываем маленькую упаковочку. Не порвать бы я. Боюсь, что если я сейчас начну супер острым торном всё это вскрывать, я просто... А, какая милота! Стерх мини. Артуру от Мистера Чили. Даже ещё и с гравировочкой. Это намёк на то, что, ребята, на самом деле, можно заказывать ещё и у ребят гравировку. На самом деле, действительно милейшая вещь. Причём здесь реальный орех. Всё по-настоящему. Вот могут же, когда хочут. Правильно? Сказал Артур про ОООПП. Очень прикольный, очень прикольный ножик. Спасибо большое. Прям... Он даже сейчас побил по размерам Элдриса. Ну что? Синеблузы. Я-то думаю, что все думают, что раз здесь упаковочка фирменная Мистер Чили, значит, там какой-нибудь Мистер Блэйд или Энси Кастом или не приведи, Господь, Бруталика. А вот нет, не угадали. Сейчас я вам всё покажу. Ну, кто думает, что там внутри от Мистер Чили? ОООПП? Или ещё какое чудо? Ну, здесь, конечно... Та-дам! Казбах! Вот такой вот автомат. Правильно, конечно, Казбах, но, ладно, это уж, как говорится, пускай там Бородин борется за чистоту. Всё красиво блокируется. Всё красиво складывается. Пружина, будь здоров! И вот такая вот мощнейшая автоматика. Шикарнейший нож. Так что, возможно, я вас сейчас только что и удивил. Почему? Потому что Мистер Чили всегда ассоциировался именно там с дагестанскими, с какими-то ножами, с какими-то ножами, там, опять же, тот же самый Мистер Блейд и так далее, и так далее. Категорически рекомендую, ещё до обзора этого замечательного бенча, категорически рекомендую посетить магазин MrChili.ru и посмотреть, что у них там появилось нового. И я вам, ребята, напоминаю, что Мистер Чили даёт беспрецедентную скидку в 15% на весь свой ассортимент с кодом РХАДЫР. Вот так. А потом, когда вы всё это увидите и в уме отнимете 15% по коду РХАДЫР, у вас возникнут вопросы. Потому что у меня, например, они возникли, и здесь должен быть ножик ДДК. Всё правильно. Моделька... Я знаю, что там морковка, а вот моделька, там две модельки. Здесь у нас... НУС. НУС Д2 ДДК. Не перестаю удивляться я на самом деле с названием. Почему? Потому что торговый дом Кизляр – это ДДК. Всё правильно. Но с учётом того, что производство это находится в Китае, ну почему нельзя было назвать трейдхаус Кизляр и сделать на латинце. Но это, опять же, я не собираюсь докапываться. На самом деле, очень прикольный ножичек, который стоит чуть-чуть дешевле, чем бесплатно. А в Мистер Чили с 15% скидкой – это вообще... Будем считать, что это они вам доплачивают за то, чтобы вы эти ножи носили с собой. Всё, вот такие вот у нас новинки. Огромное спасибо Мистер Чили, спасибо Мура Книф и, конечно же, Саня, спасибо большое за Викинга. Это такой Викинг-гном, но он такой мажорный, видите. Классный вообще. Всё. Канал «Аль-Хадыр». Всё самое интересное впереди. Это вы ещё не знаете, что ещё едет. Пока.